О да, я думаю, есть. Отдавал ли он приказ или нет, знал ли он о готовящемся покушении или нет, его ли друзья это сделали или нет, покажет расследование. Тему убийства Немцова и сбитого на Украине в июле прошлого года Боинга СМИ США и Европы отрабатывают по одинаковой схеме, отмечают многие наблюдатели. В общем, ни поспешность выводов, ни грубые фактические ошибки в расчет не берутся, считает американский журналист. Журналист Дэвид Найт, ведущий программы с красноречивым названием «Информационные войны». Ведь главное сочетание слов для западной аудитории по делу Немцова в эфире прозвучало «Путин – критик убийства». Западная пресса уверена, что за убийством Бориса Немцова стоит Владимир Путин. Вот статья из журнала «Новый американец». Она называется «Убит критик Путина». Как большинство людей трактует такое название? Правильно, Путин убил своего критика. Продвигать этот тезис помогала и картинка. Видеоряд с места преступления, как на заказ. Очень большая спекуляция. Первые часы, первый день, что это как-то связано впрямую с Владимиром Путиным. И нельзя отрицать, что место, общая обстановка, картины дали это понятие даже без текста. Просто как это тело лежит на мостовом, на переднем плане, на втором плане есть Кремль. Так что все ясно. Но для тех, кто даже такие намеки не понимает, есть телекомпания Fox News. Презумпция невиновности, столь посчитаемая на Западе, моментально забыта. Команду обвинять Россию при каждом удобном случае никто не отменял. Это такой чудовищный акт. Американцу тяжело представить, что президент Путин мог убить своего политического оппонента прямо в центре Москвы. Что все это значит? Как это произошло? Прежде всего, этого бы не произошло, если бы Владимир Путин лично не отдал приказ убить Бориса Немцова. Нет никаких шансов, что хоть доля правды станет известна благодаря этому расследованию. Потому что это убийство либо было напрямую заказано Путином, либо он ходил по Кремлю и говорил, кто бы избавил меня от этого источника проблемы. Чтобы шире растиражировать мысль «Путин – убийца», подключили даже гумористические программы. Звучит ужасающе, но справедливости ради надо сказать, что фраза «надеюсь, Путин тебя не убьет» – это у русских вместо «до свидания». Спасибо за ужин, Дмитрий. Надеюсь, Путин тебя не убьет. Спасибо. Надеюсь, он и тебя не убьет. Бывший сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн такому напору американских СМИ не удивлен. Он проработал на разведку США 27 лет. Схема агрессивной пропаганды ему хорошо знакома. Американская пресса только и делает, что твердит «Путин, Путин, Путин». Его могут обвинить даже в сегодняшнем сильном снегопаде. А ведь даже оппозиция России не считает, что Путину выгодно убийство Немцова. И только Запад распространяет эту версию. Это часть западной стратегии – обвинять Путина во всем, лишь бы образ получился пострашнее. И пока, по словам МакГоверна, это удается. В массовом американском сознании мысль «Путин зло укоренилась». Чтобы начать в этом сомневаться, большинству не хватает информации. Альтернативная точка зрения не пробивается на главные телеэкраны и полосы основной газеты. Профессор местного университета рассказала, что сын пришел из воскресной церковной школы и нарисовал плакат «Мистер Путин, убивать грех». Я спросил, о чем это он? Она говорит, о Крыме, конечно. Я спрашиваю, а сколько людей погибло в Крыму? О, тысячи, отвечает она. Я ей, вообще-то нет, ноль. Она не поверила. Нет, такого не может быть. Переубедить американцев будет очень сложно, если не невозможно, считает Дерек Монроф. Много лет в различных изданиях, занимающихся темой внешней политики и ее информационного прикрытия. Даже если следствие найдет неопровержимое доказательство в пользу какой-либо другой версии, подсознательно люди будут помнить первое, что им начали вдалбливать в голову. Не важно, правда это или нет. Американская система пропаганды работает неизящно, но эффективно. Простые американцы не привыкли анализировать. Кому это преступление было выгодно, вопрос, которым задаются многие независимые политологи. Но их точки зрения не принято обсуждать на американских и европейских телеканалах. Так называемая свободная западная пресса, любой повод используют для пропаганды. Они сравнивают Путина с Гитлером, со Сталином. А ведь Путину убийство Немцова как раз меньше всего выгодно. И даже оппозиция в России это признает. Люди на Западе, рассуждающие сейчас о Немцове, даже и не знают, кто это. Это маловлиятельный бывший чиновник, чья партия не представлена в парламенте. Для Путина это убийство, наоборот, создает больше всего проблем. Российская власть ничего не выигрывает от смерти оппозиционера. И не было смысла убивать Немцова. Кому же это убийство выгодно? Да, расследование продолжается. Выводы делать рано. Но надо признать, что Запад в полной мере использовал этот информационный повод в своих пропагандистских целях. У разных телекомпаний с миллионными аудиториями посыл одинаковый. Россия опасна. Надо готовиться к войне, заявил в интервью BBC бывший глава британской разведслужбы Ми-6. Россия представляет опасность для нас и Запада? Да, она определенно представляет опасность. Насколько большую? Угроза со стороны России возросла ощутимо. Мы должны быть готовы защищать себя и наших союзников. Надо увеличить военные расходы. Продолжают нагнетать обстановку и США. В четверг спикер Конгресса потребовал от президента Обамы как можно быстрее начать поставки оружия Киеву. По мнению Райма Говерна, Вашингтон не остановится. Ведь Украина лишь промежуточная цель. Когда я работал в ЦРУ, я знал конкретных людей, которые свергали правительство. Но теперь мы работаем иначе. Мы меняем режим. И не напрямую через ЦРУ, а через организацию Национальный фонд демократии. Красивое название, не правда ли? Зам госсекретаря говорила, что США вложили 5 миллиардов долларов в стремление Украины к демократии. Но главный приз не Украина, а Москва. Майдан на Красной площади. Конечная цель – московский Майдан, чтобы демократически избранный президент был свергнут. Многие уже понимают, что это не будет так просто. Использование подобных случаев, как убийство Немцова, понятное дело, работает на эту цель. И поэтому за них хватаются. Цель – не только отстранить Путина, это между строк. Главная цель – подчинить Россию. На прошлой неделе СНН, рассказывая о палаче боевиков исламского государства, известного под кличкой Джихаде Джон, показала фотографию президента России. Инцидент объяснили технической накладкой. Но, как отметили политологи, это вполне вписывается в концепцию нынешнего вещания. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневолю, Мила Моисеенко, Дмитрий Сошин, Марина Доронина и Виталий Зайцев. Переоканал.